Я сегодня хотел бы поделиться единственного, у меня два, вообще их три места, но два они как бы об одном и том же. И вот две темы, два места исписания, которые меня эту неделю просто не оставляют в покое, они беспокоят меня в хорошем смысле этого слова. Я просто не знаю почему, я чувствую, я это внутри, знаете, в духе, в понимании имею, что Бог это хочет, чтобы это начало происходить. Люди сегодня мучаются, мучаются в болезнях, люди мучаются в разных трудностях физических, недомоганиях, каких-то постоянных, да что говорить, сами иногда, сами иногда тоже бывают, атакуют, да, какие-то болезни, тоже приходят какие-то, нету, где-то перепады погоды, где-то может быть у кого-то на работе, сквозняки, где-то может просто вирусы какие-то ходят и приходит что-то. И так хочется, чтобы Бог каждому из нас в жизни, каждому из нас совершил чудо. И сегодня как раз к этому хлебопреломлению, я верю, Бог хочет совершать эти чудеса. Он хочет совершать свои чудеса. Знаете почему? Потому что одно из двух мест, которые меня очень сильно беспокоят, это там, где сказано, что ранами его мы исцелились. Поэтому я сегодня хотел бы вас вдохновить, братья и сестры, и чтобы вы сейчас просто все, о чем вы думали, оставили, и сконцентрируетесь только на одном. Особенно если у вас сегодня есть какой-то недуг, какая-то болезнь, какая-то нерешенная проблема физическая, неполноценность какая-то здесь. Просто прямо сейчас представьте вот то, что я ранами Иисуса исцелен. Просто провозгласите это в своей жизни, в своем духе прямо сейчас. И ранами Иисуса мы действительно исцелились. Это Слово Божие говорит. Матфея, 8 глава, 16-18 стих написано. Два стиха. Когда же настал вечер, к нему, имеется в виду к Иисусу, привели многие письмоватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, он взял на себя наши немощи и понес болезни. Аминь. Братья и сестры, болезнь не всегда одержимость, но иногда, когда злые духи связывают людей, они могут сопровождать это связывание с дополнительными какими-то явными физическими дефектами. Они приносят с собой, как какой-то, знаете, смрад, как какой-то просто мусор с собой. Просто они как мусорщики. Они ходят, имея все самое скверное в себе и собирая все это скверное по миру. И приходят к человеку, и разрушают его жизнь. И полностью происходит вот это, знаете, разложение в разных каких-то сферах. Духовное, душевное и даже физическое. Поэтому Иисус здесь конкретно явил с собою то, что Он не хочет, чтобы человек был одержимый. И Иисус не хочет, чтобы человек был больной. Он пришел в этот мир, чтобы это забрать. Ты не должен с этим смиряться, ты не должен в этом жить. Тебе не нужно прийти в такое состояние, что это долго уже со мной. Наверное, так я буду до конца в своей жизни. Может, какая-то болезнь и останется навсегда. Для того, чтобы, может, смирились мы где-то. Может быть, чтобы мы были, знаете, теми, кто верят в Бога. Не только из-за того, что Он что-то дает. Но иногда, и даже когда тяжело. Как апостол Павел говорил, что три раза просил, чтобы забрал Он это жало из плоти Его. А Бог говорит, достаточно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И вот иногда для кого-то нужно, чтобы он, будучи сильно мощно духовным, иногда не возгордился. Иногда не приписывал к себе то, что начинает через него происходить. Но так это не большинство, это вообще не о всех идет речь. Это единицы. Помазанные люди, какие-то особые предназначения, имеющие, да, какое-то большого служения. Но мы, большинство, народ Божий, люди, которые уверовали в Иисуса, мы все, Иисус конкретно здесь написано, пришел и всех исцелил. Он изгнал духов словом, имеется в виду духов тоже, которые были, никто не утаился там. И исцелил всех больных. Потому что все уверовали, что Он Господь, Ему это возможно. И знаете, вот три таких основных мысли, которые говорится в этом двух стихах, особенно больше во втором, в семнадцатом, говорится о том, что исцеление и милосердие Иисуса, оно не имеет конца, оно безгранично. Люди, они были в таком состоянии, как многие иногда из нас сейчас, страдают, мучаются. Это достало уже болезнь, это достал уже диагноз. Мы просто устали уже иногда терпеть эту боль. Мы устали иногда мучаться и не знать, уже какой врач мог бы нам помочь. Все уже перепробовали, разные какие-то уже медикаменты принимали. Уже из-за того, что одно болело, мы принимаем столько много медикаментов, что второе начинает отказывать уже. То почки садятся, то еще что-то, да, кишечники просто угомляются. Неважно, Бог хочет, чтобы это ушло. Он для этого и пришел. Бог также пришел не только, чтобы исцелить нас физически, он также пришел исцелить нас духовно. Потому что злые духи, они прежде всего связывали и держали человека духовно. Неважно, даже может быть просто ты по плоти, когда мучаешься и страдаешь, твое состояние духовное, оно как поддавленное. Знаете, вот у кого такое в жизни было, когда у тебя что-то сильно болело, да, к примеру, там может быть нога там или палец в ноге. Как болело, он тебя докучал, ты не мог туфли обыть нормальными, тебя там оно где-то нарвало, да, какое-то воспаление. И ты ходишь, и каждый шаг он постоянно напоминает о себе, как это просто оно достает. И когда ты выздоравливаешь, и в очередной день ты просто выходишь, оно не болит. И ты идешь, и что? И радость. Радость неимоверная. Я свободен, я могу делать, что хочу. Или кто-то, может быть, не мог нагнуться, или кто-то, может быть, не мог руки понять, или кто-то, может быть, не мог просто, знаете, видеть нормально, у него зрение. И когда он раз и начинает резко видеть, эта радость не передавая нам. Иисус пришел подарить нам такую радость. Потому что тогда он это людям явил, и в этих людях он показал свой характер, он показал свое, ну, свое естество, он показал, я хочу вам всем помочь. Вы не должны жить с этим. Я исцелю вас и физически, и духовно. Помимо этого, он также, где сказано, что он искупторяет нас от наших грехов. Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Он взял на себя. Иисус не только нас исцеляет и освобождает физически и духовно, но также до самой глубины всех наших грехов. Он заходит именно туда, везде, где мы напортачили, в своей жизни, в своей истории. И он берет это все на себя. Он берет это все и возлагает на себя. Он больше не говорит, ты больше не должен это носить. То, что приносило тебе это проклятие, эти страдания, оно теперь уже не на тебе. Отдай, не ходи с этим. Перестань это в себе иметь. Перестань это больше как-то за это расхлебываться. Перестань, как камни эти, таскать в своем рюкзаке. Отдай. Я вселен, чтобы это выдержать, понести. Я смогу справиться с твоим грехом. Поверь, Иисус сможет это сделать. Если мы будем Ему верить и доверять, Он сможет в нашей жизни все. И третье, о чем здесь Господь также нам передает, что Он обещает исцелить нас и дальше. Исцелять и исцелять. Он взял, и этот свершившийся факт, он уже происходит на дистанцию до Его последнего выполнения миссии на этой земле и дальше. И пока земля будет существовать. До конца веков Он взял на Себя наши немощи. Бог исцелит и утешит каждого, кто верит в Него. Каждого. Он сказал, что Я хочу, чтобы вы были здоровы. Он для этого и пришел. Он говорит, Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком. Разве может быть жизнь с избытком, когда у тебя что-то неполноценно? Когда тебя что-то постоянно беспокоит? Это не то, чтобы избыток. Это да, отживу. Но насколько можно сказать, это жизнью радостно, счастливо, это тяжело. И мы не должны это в себе носить. Я хочу, братья и сестры, вдохновить вас к тому, чтобы сегодня, когда мы сейчас будем совершать вечерю Господнюю, мы вспоминали о том, что совершил Иисус. Потому что это место, о котором говорит евангелист Матфей, оно взято из пророчества, которое было сказано еще за много-много столетий до того, как Иисус реально пришел. Это книга пророка Исаии, 53 глава, с 3 по 6 стих, там написано. «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезнь. И мы отвращали от Него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Бога. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучил за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем. И ранами Его мы исцелились. Все же мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на Него грехи всех нас». Братья и сестры, просто подумайте об этом. Просто подумайте сейчас. Он сделал все. Он сделал больше, чем даже все. Он дал нам и жизнь здесь благословенную, и там жизнь будущем на Небесах. Жертвую Своей искупил нас. Ранами Его мы исцелились. Верим ли мы в это? Послушай, посмотри сейчас в свое сердце. И посмотри, веришь ли ты их действительно всем сердцем в то, что Он сегодня совершает для каждого человека. Пророк Исаи это видит пророческое слово от Господа. Он получает его, и он передает его как в наследие будущим поколениям. Этого еще тогда не произошло. Но это была величайшая надежда. Это было величайшее обетование. Это была самая великая, какой-то, знаете, цель, куда можно было бы стремиться, ожидая того, кто действительно совершенный Господь, кто совершенный первосвященник, кто совершенный врач и целитель. Нет для Него никакой разницы. Много ты грешил или мало ты грешил? Заслужил ты исцеление? Или ты вообще не достоин быть исцеленным? Потому что ты творил беззаконие, которые стыдно вспоминать, как говорит апостол Павел. Неважно, что произошло. Важно одно. Если ты встречаешься с Ним прямо сейчас, вот Иисус перед тобою, и Он просто говорит, я тебя прощаю, я ни с чего не вспоминаю тебе, мне все равно, что ты делал раньше. Если ты веришь в Меня, я сейчас хочу тебе помочь. И хочу, чтобы так это произошло, чтобы ты увидел разницу между тем, когда ты жил просто для себя по плоти, угождая дьяволу, и начал теперь видеть Меня, живого Бога, Который хочет изменить твою жизнь радикально. И это сила, которую Бог явил нам через свое причастие. Он сказал, что ранами моими вы исцелились. Ранами Его. Когда мы смотрим на Его раны, когда мы смотрим на Его жертву, когда мы смотрим на различные обстоятельства, обстоятельства, что Он для нас сделал, особенно эта жертва на Христе, это постоянная искупительная жертва, которая покрыла все человечество, до самого последнего человека, который будет рожден на планете Земля. Он сделал это для нас сегодня, Он сделал это для нас завтра, Он сделал это для нас через год, и Он сделал это для нас, неважно, пока все это не закончится, может быть и сотня лет пройдет, и тысяча, неважно. Он это сделал, и это совершилось, и это имеет силу по сей день. Я хотел бы вам еще напомнить об одном. Божий генерал такой был, Джон Лейк. Джон Лейк был очень сильный служитель, который, как евангелист, он ездил на миссионерские поездки в дальние страны опасные, в Африке, в разные джунгли. Он был там, где были очень опасные смертельные болезни. Малярия, какие-то чума, какие-то еще вирусы. Однажды у нас столько врачи были удивлены, да ну как Бог исцелял через него и людей, что они захотели провести исследование. Они брали его на руку, положили бактерии, вирусы какие-то опасные, смертельно опасные, и смотрели под микроскопом, что будет происходить. И они видели, как эти бактерии, эти клетки вируса умирают. Они просто видели, как под микроскопом они умирают. Они перестают жить, перестают функционировать. И этот однажды служитель проводил служение большое. И пришел человек, и было хлебопреломление. У человека были очень сильные проблемы с кишечником, вплоть до того, что чуть ли там не операцию нужно было делать. Он мучился много лет. И Джон Лейк говорил, что кровь Иисуса Христа, она имеет необыкновенную силу. Ранами Иисуса Христа мы можем получить исцеление от любой болезни. От любой болезни. И этот человек был на служении. Он так уверовал в это. Он так в это уверовал. Он уже замучился ходить с этим проблемным кишечником. Он замучился, что у него постоянно жимкий стул. Он замучился, что у него постоянно боли острые, режущие. Он замучился, что он не мог есть, что он хочет. И вообще он не мог есть иногда. Он просто устал. Но он услышал эту весть. Он услышал это Евангелие. Он услышал слово, живое слово, которое живо и действенно по сей день. И он верил в это. И когда он принимал вечерю Господнюю, что-то произошло с ним. Когда он принимал эти крошки хлеба, он принимал эти глотки вина, он принимал это как тело и кровь Христа, и что-то начало просить. Он почувствовал, как сила на нем сошла, как и в желудке начало что-то изменяться. Что-то начало успокаиваться. Пришло какое-то комфортное состояние, и уже больше не было той боли. И когда он проверился и обследовался, врачи подтвердили, что больше у него нет этого диагноза, больше нет у него этой болезни, больше не беспокоит его ничего. Но он настолько был рад и счастлив, и он это дальше распространял вести, это свидетельство, что Иисус живой. Братья и сестры, Иисус живой. Его кровь сегодня говорит, Его плод сегодня говорит к нам. Она взывает к нам о том, что Он может все. Это и все, что нам нужно для исцеления. Это вера в Него, и это приобщение, и принятие Его тела, Его крови, как живой, той, которая проливалась уже две тысячи лет назад. Нам не нужно страдать. Нам не нужно соглашаться и смиряться с тем, что нам сказали врачи. Это нам не принадлежит. Послушайте, это тебе не принадлежит. Эта болезнь тебе не принадлежит. Это диагноз, который тебе сказали врачи, тебе не принадлежит. Иисус за все заплатил. Ранами Его вы исцелились. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok